Акция протеста работников неотложки, кажется, приносит свои результаты. Сегодня руководство учреждения вышло на переговоры с подчиненными. В областной станции скорой помощи состоялось рабочее совещание, где обсудили наболевшие вопросы, в том числе условия труда медперсонала. Сюжет Марка Брюшко. Журналистов на собрание не пустили. Двери актового зала, где проходило совещание, захлопнули. Причина, как говорит администрация подстанции, врачебной тайны. Что скрывает на самом деле от СМИ, ни для кого не секрет. Недавняя забастовка персонала скорой помощи в Октябрьском районе тому подтверждение. Вы пока вот это откроете, пока это откроете, столько времени пройдет, больной может умереть. Машина старая, никто этого не отрицает. Техосмотр все машины проводят. А если дверь может открыться, естественно, было бы сказать, что больного хотели это выпить. Но машину мы просим, нам постепенно, поэтапно дают. Как вы знаете, нас машину бы сдали. Вы уже почитали закон о СМИ? Мы уже почитали. Вашу одного информацию. Почему это вам не почитается? Мы еще почитали, не первый раз. От такой прессы, да. Напомним, на забастовке, проходящей 28 августа, персонал скорой помощи не побоялся высказать претензии руководству. По их словам, работать в подобных условиях просто невозможно. На подстанции нет нормального холодильника, санузла и прочих удобств. Условия? Ну, условия у нас неважные, я вам скажу. Потому что нет ни шкафов, холодильник, оказывается. Я вообще в отпуске, оказывается, я теперь узнаю, холодильник не работает. Это сложно, чтобы вот 40 человек в один маленький холодильник, да, все свои тормозки уместили. Однако позже глава областной станции скорой помощи все-таки согласился прокомментировать ситуацию не только с забастовкой, но и с условиями труда подчиненных. По словам Сабита Тибенова, в ближайшее время вне отложки Октябрьского района будет проведена замена оборудования. Холодильники уже закуплены и будут поставлены в количестве двух штук на Октябрьскую подстанцию. Значит, машины, естественно, мы этого и не скрываем. Машина у нас старая, автопарк практически у нас на 70% устаревший. Но поэтапно, как вы знаете, в этом году весной на область мы получили 15 автомобилей. К осени планируется еще два автомобиля. То есть эта программа, она рассчитана до 2017 года. Также, по словам директора, покупать автомобили станция скорой помощи самостоятельно не может. Обновлять подвижной состав неотложки будут вышестоящие органы за счет республиканского бюджета. Что касается конфликта между коллективом подстанции номер 2 и ее заведующей, объективного решения на этот счет пока нет. На данный момент создана рабочая группа, которая пройдет свое расследование. Марк Блюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Култенов